здравствуйте мои замечательные ребята всем привет хариум я заново вот перезаливаю лекцию посвященной йоге я ее давно делал честно говоря много там информации уже забыл просто часто читаю тупо значит с монитора на самом деле там были какие-то у меня воспоминания что-то там было умное к этому времени припасено где-то там в запасах моего мозжечка вот но сейчас я уже все это подзабыл а великий компьютер которого мы очень любим почему-то удалил эту лекцию вот мы с вами говорим о том насколько удивительная вообще история 19 века 18 19 особенно века да когда мы если особенно вы смотрите там история пи вот эти вот все альтернативных историков то увидите что в тот период времени произошла какая-то огромная катастрофа всемировая было ли это вот этим самым всемирным потопом который случился в 19 веке вот 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 всего или нет мне не судить но я могу точно сказать что мы видим как разрушенная колонизированная угнетаемая абсолютно индия она жила под гнетом на самом деле англичан в деревнях потому что англичане в строле города там вот такие маленькие места где все это торговалась перевозилась но за обычными людьми никто не следил всех не белых людей англичане европейцы арабы они считали деградированными людьми потому что в это время было дарвинизм и ламарксизм ламарксизм значит говорил о том что человек может эволюционировать только тогда когда он верит в бога когда он занимается физкультурой когда у него там через какое-то время рождаются там какие-то красивые дети а если человек бросает заниматься этим бросает верить в бога начинает там есть бананы где-то под баобабом то он превращается вот в этих дикарей которых мы все видим как показывают нам все эти бесконечные люди которые отправлялись там в папуа новую гвинею и по телетайпу оттуда отправляли фотографии этих диких ужасных блин каких-то дикарей и индия и персия и бангладеш все 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 люди которые в какой-то период времени были под гнетом колонизаторов они старались доказать что они тоже белые они тоже белые у нас тоже есть элита индия отправляла в его в америку белых красивых побелее значит и гуру всяких йогинов и вслед за индусами которые были профессорами которые были элитой индии в америку приезжали просто люди которые решили зарабатывать на популярной в то время физкультуре которая называлась хатка йога и один из них является вот этот человек мы уже об этом мы о нем уже говорили вот о вот этом анягарде который анягарь ягарь просите меня за то что я там его неправильно называю потому что я ни разу его книгу так не открыл вот хотя мне говорят ты должен ты обязан так вот ребята мои что же там творится что же на самом деле в 18 веке делали вот эти вот хатка йогины которые были бельмо дегенераты их называли это люди которые обмануты это деградированные белые люди чем они занимались вот этих вот йога хаузах в этих домах йоги и есть рисунок оставшиеся нам еще арабским путешественникам и записи еще семнадцатого века где такие путешественники как берн таверн тавено и фраер тушфраер описывают темные комнаты наполненные дымом странной мозг странной музыкой где поют яурии или йоги они стоят в причудливых позах пока их мускулы не затвердеют как кость и их мышцы окостеневают вот ребята мои как выглядят изнутри семнадцатом веке эти йога хаузы где йоги стоят очень долго в одних позах может быть смотрите у них там кубики прямо нарисованы мышцы в общем все они стоят до тех пор пока их тело не т intensить не костеневают они получают вот это вот пратья хар впадают в состояние когда их тело семевает они впадают состояние постоянного постоянного пения чтения мантры когда ты уже лишаешься контроля за своим телом ты лишаешься контроля за своим пением за тебя пает тело твои мышцы настолько вошли в автоматизм, что у тебя начинается так называемая самоходная молитва, если мы говорим об иссихазме. И вот эти вот ощущения, которые эти люди испытывают, окостенение своего тела, ощущение, когда твое тело само поет за тебя молитву и является вот этим самым одним из первым, вторым, третьим освобождениях, и когда еще этой молитве подпевает твое сердце, в этот период времени ты и осознаешь не только своего, не только ты осознаешь атман свой, но ты понимаешь, что твой творческий потенциал, сила творения, которая в тебе существует, благодаря тому, что ты часть творца, настолько сильная, что ты сам способен создавать свой собственный мир и там становиться творцом. В этот период времени в тебе открывается некий такой портал, пройдя через который, ты становишься творцом в своем собственном новом мире, в котором благодаря своему воображению ты можешь создавать бытие, ты становишься творцом своего собственного мира, ты учишься включать и выключать свет в этом месте, ты учишься создавать твердь и воду, и дальше и дальше там семь ступеней твоего богоподобия, которое все это описано в древних книгах. Вот так что вот очень простой способ, чтобы достигнуть бессмертия. Нужно просто отключить свой ум, добиться освобождения полного вот этого мокши, когда твое тело, ум и чувства отсутствуют, и реализовать самого себя, и стать творцом в своем собственном мире, создать свою собственную землю. А уж паратма, параматма, парамхатма, или там матма, или матма, или дадамата, в общем, бабушка, вот эта вот огромная женщина, которая стоит на небесном небосклоне, она уж позаботится, чтобы населенные живые существа на этой планете, которую ты создал, они были со светом, с едой, чтобы там ничего не было, вокруг там создаться какие-то планеты, может быть, чтобы все это было тебе угождаемо, потому что сила человеческого духа, воля человеческая, она намного сильнее, чем любая природа. Природа просто является исполнителем силы человеческой воли. Хатка-йога, термин означает сильный, жестокий, но также, как считают там современные ученые, говорят о том, что это внутреннее солнце Ха и Луна Та, что означает там тело, хатка-йоги, и вообще речь идет о хатка-йоге, когда никто его целостно, досконально не изучал, потому что все школы индийской мысли, они отказывались от грязных, вонючих, бородатых, обсыпанных пеплом людях. И хатка-йога, которая сейчас существует, она просто связана с Гаракшанадхом, с Гаракшой, который является нашим Гаракшей, и секта, которая образовалась в индийском городе Уджейн, который после того, как Мацьендра-Надх организовал вот эту вот секту, Гаракша-Надх организовал 12 апостолов, с которыми они ходили, они делали различные чудеса, строили воду, добывали, строили различные места, и эти места еще до сих пор являются объектами поклонения для всех надх-щиваитов, для всех, кто щиваитов. И именно он, как считают, написал Шива-Надха-Сампрадай, который я очень рекомендую вам почитать, хотя я не верю, что эта книга была написана в 1200 году до нашей эры. И скорее всего, история с 12 апостолами, которые были у Иисуса Христа, и все это отголосок, конечно же, очень известного Гаракша-Надху, Гаракша-Гура-Гаракша в Индии, потому что Гура-Гаракша и его 12 апостолов – это самая-самая известная такая сказка, которая в Индии вообще существует. 12 апостолов Гаракши. И Хатка-Йог Прадипека, Гералда Самхита, Шива Самхита – самые сейчас известные англоязычные тексты по Хатка-Йоге. И Хатка-Йога сейчас считается, такая система превращения твоего тела в сосуд, который непроницаемый для смертного разложения, о чем речь, скорее всего. Скорее всего, речь идет о том, что наше тело, если мы на него посмотрим, представляет из себя два таких сосуда. Это наша грудная клетка с дыркой вот здесь, и еще один полый сосуд – это наша абдоминальная полость с выходом в нашу, там, внизу. И создавание давления между двумя вот этими сосудами, работа с дыхательными мышцами, с межребренными мышцами, с передними мышцами, вот, с повышением давления здесь, здесь, в этом, в этой полости, повышением давления этой, здесь, этой, этой. Вот это вот плюс еще задержки дыхания, которые вызывают у нас вот этот вот жар йоги, как раз, наверное, и есть то, чем занимались Хатка-Йоги раньше. Гералда Хасамита сравнивает тело с сырыми глиняными горшками, которые нужно обжечь в огне йоги для того, чтобы ты очистился. И также Хатка-Йога еще называется горшком, йога-горшок, гхастра-йога. И Хатка-Йога прилепилась уже к йоге горшков, уже после того, как люди, которые стали выполнять вот эту вот систему, которую описывают йог про Дипика, и поняли, что это очень сильные, задерживательные, волевые такие работы над своим собственным телом. Вот, но вы всегда помните, если вы решили стать вот этим бородатым, значит, аскетом, который там где-то будет обсыпан пеплом, то вы должны помнить, конечно же, что эти люди всегда проводят Шаткармы. Это шесть карм, шесть действий, которые очень-очень напоминают такие же точно очищения или катарсис, который написан и в Исихазме. Мало того, что катарсис Исихастический, он точно так же один в один напоминает дьян, дьян, он напоминает яму, он напоминает яму, он напоминает не яму. Все то же самое об этом говорит и Исихастическая литература на доступном нам еще старославянском языке, который вы можете прочитать. Мало того, если мы будем читать Лиственицу, то вы точно так же с удивлением там найдете и очистительные процедуры, которые православные монахи делали раньше, в том числе и клизмы, в том числе и рвота, в том числе и все эти упражнения, которые войдут потом в шестерку Шаткармов. Это дхаули или техника очищения пищеварительного тракта проглатыванием марлевой такой двойной тряпочки. Ну, можно просто бинт, но от бинта там остаются волосы, вот эти вот все штуки. Вот, ну, можно бинт, вот, и как вы делаете? Вы берете бинт, смачиваете его чем-нибудь вкусным, например, смесью меда и топленого масла, а потом вы просто его глотаете, 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 глотаете по чуть-чуть, а потом начинаете вытаскивать снова, ну, я думаю, один раз вытащить достаточно. Вот, и вот это вот очищение пищевода, очищение малой кривизны желудка приводит, конечно же, к очень-очень хорошим результатам. Начинают работать всякие там ваши сфинктеры, которые улучшают, конечно же, жизнь вашу, жизнь человеческую, это точно. Вот, следующая карма, их в разных книгах, вот, вот здесь почитаем, тут и Хаткаю Прадипика, и Гералда Самхита, они все описывают разное количество вот этих вот карм, их просто куча. Можно заглатывать воздух, потом делать отрыжку, это тоже очень полезно, можно там языком туда дотрагиваться, сюда дотрагиваться. Говорят, некоторые даже там могли толстый кишечник, значит, прям вытащить его в реку, пополоскать и обратно там его засунуть, вот. Но у нас, в общем, что тут угодно? Тут, значит, агнесар крия, адгауттии, быстрое расширение сжатия брюшной полости, промывание прямой кишки руками, очищение кишечника большим количеством водой, шанг-пракшаллана, втягивание в воздух через анус, все это очень полезно, ребят, а полезно для вашего тела. Чистка языка, чистка ушей, очищение носовых проходов, омовение глаз, ствол банана вставляется в желудок, и туда вода, значит, наливается, потом вытаскивается, рвота делается. Проглатывание длинной тонкой веревки, настолько она длинная, что она у тебя там выходит из заднего прохода, просто обычная рвота, то есть не просто так, хатко-йогиным стать очень-очень непросто. И мы знаем пхасти, йогическая клизма, выполняемая путем всасывания воды в прямую кишку с использованием техники вакуумирования живота, вот это вот Удияна Банга, Удияна Банга, которую я очень рекомендую всем делать, она, оказывается, на самом деле была сделана для того, чтобы ты там, значит, втягивал воду в себя, в задний проход, там, затем через, в общем-то, целая куча разновидностей всех этих вещей, из которых вы знаете, конечно, нети, джала нети, промывание носа водой, да, солевым раствором, когда ты проливаешь, есть с утра нети, когда ты ниткой такой, толстой ниткой засовываешь нитку, а потом так все там очищаешь. У нас в Ашраме не так нет, у нас в Ашраме всем студентам даются такие катетеры, уритральные катетеры, и этим катетером вот ты можешь прочищать себе незалконхи, незалконхи, менять там незалконхи и вообще, в общем, участвовать в хатка-йоге. Тратака, постоянное неподвижное смотрение на одной точке, обычно это масляная лампа, есть, ну, на плане свечи, есть внешняя тратака, есть внутренняя тратака, когда ты вначале смотришь на свет, долго-долго-долго, потом закрываешь глаза, свет этот у тебя остается перед тобой, ты тоже продолжаешь его смотреть, как только ты теряешь, ты открываешь глаза, снова видишь наружный свет и стараешься не моргнуть, вот, попробуйте, очень-очень важно. Наули, ребята, когда мы животом двигаем, вам анаули, там разные наули, можно делать там всякие упражнения со своим животом, все это очень-очень-очень полезно, и одно из упражнений, которые мы с вами делали, это капалабхати, когда воздух многократно энергично продвигается через нос, да, и есть разные вещи, там можно определенное количество раз делать, можно сколько не делать, при этом можно, говорят, что внюхать воду через рот, удалять ее через нос, в общем, но все это направлено на то, чтобы очистить свое тело и приучить себя к дисциплине и отвадить тебя от всяких гадостей. Шесть очистительных упражнений описано в Хатка-Йог Прадикпе, Киралда Самхита, и все это приводит к чудесным результатам предотвращения болезни и старости, и это правда. И если мы посмотрим вот список и остальные Упанишады есть, там куча-куча ребята Упанишад, все вот эти вот Упанишад, целый список Упанишад, они тоже говорят об одном и том же, если ты хочешь стать Хатка-Йогиным, ты должен заставлять свое тело очищаться от слизи, от гадостей, в общем, есть поменьше, поменьше, значит, спать, а побольше заниматься практиками. Йога, Хатка-Йог Прадипика. Первая книга из списка Хатка-Йоги, которая реально начинает описывать асаны и добавляет асану в Хатку-Йогу. Мало того, Хатка-Йог Прадипика описывает разные асаны и говорит, что если ты будешь делать все эти асаны, то ты получишь ощущение своего тела, такие как устойчивость, свободу от болезней и легкость тела. Легкость тела легче всего почувствовать любому человеку, который делает асаны, любой человек, который занимается асанами, первым делом он видит, что ему луния, подвижность полушается, но через какое-то время он замечает сразу же, что его тело для него становится очень-очень легким. И поэтому вопрос, сами подумайте, когда была написана по правде Хатка-Йог Прадипика. И современные доктора в Индии, и Шри Йог, и Шри Ягендра, и потом другие институты, они смотрели на людей, которые делали вот эти вот пастуральные гимнастики уже с новыми медицинскими инструментами, которые там появились в 59-м году, в 64-м году, когда уже появилась ЭКГ, когда уже появилась электроэнцефалография и другие-другие всякие системы вариорабельно-сердечного ритма. И благодаря индийской культуре мы теперь знаем, что долгие асаны, которые человек может стоять, они реально могут приводить к каким-то очень позитивным вещам. Например, майюрасана, она может, благодаря тому, что, по-видимому, из-за того, что ты создаёшь вот этой вот позой очень-очень сильное давление у себя в абдоминальной полости, что ты уничтожаешь яд. И вот Гералт Самхита перечисляет асаны вторыми после очищения и описывает 32 асаны из них. Шива Самхита упоминает 84 асаны, но описывает только 4 сидячие. Но ядром, конечно же, хатка-йоги является пранамантра-йога, пранаяма-йога, кумбая-йога, йога-горшка. Ну, Шри-шри, Шри-шри, Шивананда говорил о пранайоге, пранайоге, да. Вот, и все они говорят о мантра-йоге, пранайоге, кумбхака, удержание дыхания на вдохе, удержание на выдохе. Пранаяма очищает, уравновешивает некие тонкие каналы, нади, в сочетании с замками, с различными мудрами, перекрутами. Все это выталкивает прану, жизненный воздух, в некий центральный канал, который называется сушумна или брахма-нади. Это пробуждает энергию кундалини, которая визуализируется в виде спящей змеи у основания позвоночника. О чем речь? Речь идет о ощущениях внутренних человека, который может их ощутить, если он будет чистить свое тело, делать шесть карма, вот эти вот шесть очистительных процедур, которые будут дышать так, как написано в этих книгах. Петь, как написано в этих книгах, вот, но петь вам не расскажут в этих книгах, петь вы должны научиться, конечно, мантры у какого-нибудь гору. Вот, и в таком случае ощущения, которые ты испытаешь, их можно описать как ощущения сушумны, их можно описать как ощущения вот этого вихря в два с половиной оборота. Ты можешь описать как некоторые энергии, которые у тебя появляются, вибрационные, когда ты поешь и используешь разные виды резонаторов в своем теле. В общем, это такая практика, мы говорим о практиках, практике. Все это практические вещи, ребята, которые нужно добираться и тогда понимать, о чем речь. Есть еще интересное вот что, еще одно полезное объяснение физиологии хатка-йоги. Созласно всем текстам вот этим древним, человеческое тело состоит из сети тонких каналов, которые называются нади, может быть сосуды, может быть нервы. Шива Самхита насчитывает 300 тысяч этих каналов. Хатка-йоги Прадипика говорит о 72 тысячах. И вот весь процесс, для чего ты должен делать шаткармы, для чего ты должен делать асамы, даже сидячие, для чего ты делаешь мудры, для чего ты делаешь пранаямы, для того, чтобы очистить и уравновесить нади. Готов очищать, уравновешивать. Две эти главные, нади и до пингала, расположенные, соответственно, слева, справа от центрального канала, точно так же, как они расположены, там, допустим, Аорта и Венокава, вот, вокруг центрального канала сушумные. И считается, что они отождествляются с микрокосмическим телесной Луной и Солнцем. Что это такое? Вот, это ощущения, ребята мои, которые, чтобы получить, нужно очень-очень долго стараться. Нужно где-то сидеть там в пещере, дышать себе, до такой степени контролировать свой ум, тело и сконцентрироваться над своими собственными ощущениями, до такой степени, чтобы почувствовать, ты можешь то, что чувствовали до тебя тысячи лет разные люди. Жизненно важные чакры, падмы, хатка-йоги, тантры, насчитывает шесть или семь чакр, которые где-то там расположены вроде вдоль позвоночника, а может быть не вдоль позвоночника. Все тоже является частью эмпирического описания ощущений, которые человек получает, если он этим занимается. Шакти, Кундалини, Пиналанари, змея вот эта вот известная как богиня Шакти, которая свернулась, спит у основания позвоночника, где все нади пересекаются, но проснувшись тянется вдоль позвоночника, проникая в чакры на своем пути. И как только у тебя появляется, значит, Кундалини, все это дыхание погружается в пустоту, шуния, и практикующий достигает состояния самадхи, которое в свою очередь приводит к мокше или освобождению. Ребят, ну уже, по-моему, тут у меня осталось всего несколько, подождите, еще там много, что ли? Осталось буквально там несколько слайдов, давайте быстренько мы пройдем. Так вот, ну смотрите, вот я хотел показать вам одну из вот этих вот будр, там йогов. Вот смотрите, ну какие йоги? Вы же видите, что сидит буддист, который занимается мудрами. Что такое мудры? С чем это едят? Хотите, я вам все это порассказываю, если хотите узнать? Так вот, что поражает современной транснациональной хатки-йоги, которая обучает сегодня, это степень отклонения от модели, изложенной в настоящих текстах. И наиболее заметное отклонение, утверждение асан-асан, как системы здоровья, фитнеса, благополучия, но преуменьшение или вообще исключение других ключевых аспектов хатки-йоги, или вообще любой йоги, такие как шаткарма, мудры, пранаяма, мантра-йога, чтение мантры, сидение в медитации, самосозерцание и так далее, и так далее. В некоторое, тогда как некоторые школы современной йоги, которые, конечно, обслуживают международную аудиторию, сохранили некоторые из этих элементов, там три минуты поделаем пранаяму, всё, идите по дому, 20 долларов. В целом они явно придают первостепенное значение практике асан, и это является отход от практики йоги, которые описаны и в Геран Самхита, и в Ракша Сатахи, йог Прадипика и всех остальных вещах. Ребята мои, асаны – это только маленькая часть тех практик, которые вы должны пройти, прежде чем чего-то начинать чувствовать. Смотрите, что пишет Бухенна, все традиционные системы йоги отводят асанам подготовительную роль, подчинённую поискам освобождения от цикла перерождений. И некоторые вообще описывают асаны как просто, как, допустим, Патанджали, описывают просто как удобную тебе позу, в которой ты можешь долго находиться. Ни Йога-сутра, ни Упанишада, ни любые другие тексты вообще никогда не сосредотачиваются и никогда не описывают асаны. Даже тексты надхов, традиции йоги – все говорят о ограниченном количестве асан. И с этой точки зрения подход древних текстов к асанам как подготовительной практике сильно отличается от большинства современных школ. Пишет человек в 2007 году, швед, который прожил, по-моему, 15 лет в Индии и написал вот эту вот замечательную книгу, которая называется «84 асаны в йоге. Как прожить в трансзонализме». И в конце нашей лекции, я не хочу ее прерывать, просто, извините, уж я тут добью ее, вот вышла в журнале «Неврология» очень давно уже лекция, на которую я постоянно ссылаюсь, это, по-моему, 12-й год, что ли, очень долго. Так вот, каждодневная короткая гипоксия, задержки дыхания могут даже приводить к тому, что улучшается двигательная функция у людей с хроническими спинальными патологиями, когда у тебя там спинной мозг не перебит, не передавлен, но там какая-то хроническое воспаление есть. И люди, которые задерживают дыхание, делают пранаяму, задерживают дыхание без воздуха в легких, повышая уровень углекислого газа, снижая уровень кислорода, улучшается их деятельность. Очень удивительно. И больше всего, конечно же, значение придается во всех этих книгах пранаямам, дыхательным упражнениям, потому что именно благодаря дыхательным упражнениям мы имеем возможность следить, контролировать наш ум и контролировать наши эмоции, наши гуны, все наше, в наше все вот это вот. И есть три типа пранаямы. Адхма, матьхма, матьхяма, господи. Адхама, матьхама и утама. Низшая, средняя, высшая как бы стадия йоги. Когда ты дышишь на 12 щитов или 12 ударов своего сердца, это такое адмаха пранаяма. Когда ты уже делаешь упражнения на 24 удара своего сердца, это уже матьхяма. А когда уже ты на 32 удары своего сердца начинаешь делать практики, это уже утама. И это только для пураки. Понимаете? Пурака, посчитайте, у вас вдох, 12 ударов, и теперь ты должен 4 пураки просидеть, а потом 2 пураки выдохнуть. То есть у тебя на счет 12 вдох, на счет 48 задержка, и у тебя на 24 счета выдох. Вот так вот, ребят, посчитайте. А у нас еще есть и шуньяка. Вот это вот, да, дела. Если вы вдыхаете в течение 12 матр, матр, то вам нужно будет делать кумбаху в течение 48, и речака будет 24. Это для адхма пранаямы. Вот. И что они пишут? Первый месяц дыши 12 раз, 3 месяца дыши, начинай дышать 24 матры, и следующий, значит, потом уже все, ты дышишь уже 32 матры. Вы знаете, что в Индии есть счет, который дается гуру или пранаянди, если вы занимаетесь пранаянди, и каждый его счет, это называется матра. Вот. Есть сагабха пранаяма. Это пранаяма, которая сопровождается мыслительной джапой любой мантры. Понимаете? Ты можешь говорить гаати-мантра, ты можешь говорить ом, но она не просто ты дышишь, но ты сопровождаешь свое дыхание постоянным-постоянным чтением в уме какой-то мантры какой. И она, вот это вот просто обычная пранаяма, во время которой ты дышишь, так же, как и в уме читаешь любую мантру, она в сто раз мощнее всяких вообще, и даже не требует ничего. Читай только джапу во время, вдохай-выдохай, и все. И пранаяма ситхи, будешь пранаяма ситхи, зависит от интенсивности усилий практикующего. Вот что пишет. Пламенный энтузиазм, пламенный энтузиаст, ученик с прама-утсахой, сахасой и дрихатой рвением, жизнерадостью и упорством, может достичь совершенства ситхи в течение шести месяцев, в то время как беспечный практикующий, даже с англиалоксией, с сонливостью и ленью, не найдет улучшения даже через восемь или даже через десять лет практики. Иди дальше. Будь настойчив, терпелив, будь ввер, вверен, ничего не ожидай. Делай все, что ты делаешь с интересом, внимательно, и ты обязательно добьешься успеха. Мил десперандум, никогда не отчаивайся. Все, с вами был Николай Николаевич, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, будем говорить. Может быть, в августе месяце, уже, может быть, скоро, может быть, мы, ребята, вернемся к прямым эфирам. Вот, только прямые эфиры будут позже. Мы их начинали, по-моему, в 12 часов по Нью-Йорку. Сейчас мы их будем начинать в 2 часа дня по Нью-Йорку. Это где-то в 8 часов вечера, в 9 часов вечера в Киеве и в России, по-моему, в 10 вечера, что-то такое. В общем, если вы хотите. Ребята, все. Простите за последнюю лекцию. Просто тут 30 минут, в общем, болтовни. Но, надеюсь, мы чуть-чуть-чуть-чуть-чуть разобрались с тем вообще, что такое йога, почему столько много йог различных. Все эти йоги хотят быть благородными и не прикасаться к хатке йоги, потому что хатка йога – это гады. А вот адвайта майданта йога, или там дьян йога, или какая-то там раджа-маджа йога, или там бундалини йога. Оно вот все для элиты, для красоты. Лишь бы только не хатка йога. Только хатка йога и следующий этап тантра йога является нашим путем. Так что вперед читаем и сихастические молитвы, которые на вдохе звучат очень просто. Хари, Хари Шива, Вишну, Хари Шиву Брахма, Вишну, Парамадха, и на выдохе Ом нама, Ом намая. Или на русском языке Господи Иисусе, Синий Бог, помилуй мя. Вот вам джапа. Хотите, на санскрите говорите. Хотите, говорите на славянском языке. Главное, делайте 10 сипов на вдохе и 4 на выдохе. Всего хорошего. И через несколько месяцев, лет упорных тренировок вы начнете понимать, что такое чакры. Вы начнете понимать, что такое кундалини. Ну, я думаю, кундалини можно и без этого научиться чувствовать. Вот, но что такое 2,5 оборота, что такое чакры и так далее, и так далее. Все, какие-то вопросы пишите внизу, будем отвечать. Пока. Мира вашему дому. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok